Сижу я, жру шаурму, запивая кефиром. Может быть просрусь, но какая мне разница, коль дома нахожусь. И когда уже шаурмы последний укус остался, из комнаты телефона звон раздался. Поднимаю трубку, там беда. Друзья зовут на вписку, все дела. Отказаться неудобно, да и что может пойти не так. Вмиг собравшись, выхожу и прыгаю в маршрутку как мудак. В транспорте общественном начала меня дуть. Перданул тихонько и позабыл про синий дуг. Приехал, а там веселье, музыка играет. Все с красных стаканчика выпивают, смеются, шутят и болтают. В сторонке я решил не оставаться. Налил коктейль и к компашке привязался. Но тут в один момент моя жопа пердеж издала. Хорошо, что музыка громко играла. Потом почувствовал я, что на срачку пробила, из-за чего побежал я прямиком к сортиру. Благо, было там свободно. Закрылся я и принялся срать. Понос громко стал жопу покидать. Срал я, долго мучаясь на унитазе, пока не заполнился он по самые основания. С облегчением просравшись, нажал на кнопку смыва, с говном мысленно попрощавшись. Но бочок молчал, не думал он смывать. И как так, что за напасть? И как назло, в двери постучали. Открывайте, вы тут не один. Из-за двери прозвучало. Стыдно будет перед всеми, если узнают, как жестко я тут насерил. Нужно думать, может вентиль повернуть, потом по трубе с ноги долбануть, поколотить сливной бочок, пнуть сифон как бычок. От манипуляций подобных задрожали трубы, как в преисподней. Вода по трубам пошла с неадекватным напором, ломая трубопоры. Смыв, пошел, но в обратном направлении. Говно покидало канализации владения. Из унитаза хлынул понос, затапливает помещение. Помогите, сос! Когда кабинка почти водой заполнилась, нащупал ручку дверную, открыл, и вмиг оттуда вырвалась куча жидкого говна, затапливая на пути все и вся. Коричневый цунами нес меня по коридорам, после чего перекинул меня через заборы. Везде лишь разруха и говно. На затопленных руинах лягушки остались квакать. Вот так не надо какать.